Жаждал внимания и светил ягодицами, а теперь ему светит пятилетний срок. Скандальному Виталию Сидюку сегодня избрали меру пресечения. Два месяца личного обязательства. Едлена Митясова подробнее. Я хочу сделать то, чтобы запомнился и показал свою... ...по чем пишать. За демонстрацию того, чем гордится, Сидюк сегодня предстал перед судом. Душей ни капли раскаяния, ни грамма сомнения. Если бы я достался в большую сцену, я вышел на итальянца. Для Сидюка прокуратура требует личное обязательство сдать паспорта и по первому требованию являться к следователю, пока идет досудебное расследование. Говорят, это самая строгая мера, которую предусматривает хулиганство с цинизмом. Данная статья, за частью первой, не предпочитает избавление воли, такую меру покарания. Суд ходатайства прокуратуры удовлетворил быстро и без задержек. Конечно, и правоохранители могут смело поставить себе галочку за работу. И это понимает даже Сидюк. Я считаю, что нужно бороться с правильными злочинцами, потому что на моем месте будет не Виталий Сидюк, скандалист, который приверет увагу световых телекамер, а действительно террорист. Тем более, у нас сейчас такая ситуация с Россией. Суды потрапим, кто за угодно. Если бы не я, а какая-то там людина неадекватно с ножем до честь Джамалы подошла. Действительно, реакция на инцидент министра внутренних дел Арсена Авакова была молниеносной. Глава ведомства в Фейсбуке сразу же отрапортовал. Преступник задержан и находится в СИЗО. Пост подкрепил фото и даже посоветовал пранкеру реализовать свое хобби в тюремной камере. В отличие от громких дел столь стремительных результатов расследований, общественность ждет от Авакова уже годами. Елена Митясова, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.